Всем здравствуйте! Вы на канале Иллина Франц. Спасибо большое, что вы зашли и подписались, и что вы смотрите это видео. Сегодня очередное видео пустые ПП-упаковочки и обзор витаминов и косметики, которые у меня закончились. Прошлое видео я начинала с косметики, сегодняшнее видео я решила начать с продуктовых покупочек. У меня спросили, почему я показываю пустые коробочки-упаковочки. Я решила, что сначала я все пробую, а потом уже вам даю свое честное мнение. Так что сегодняшнее видео я начну с продуктов. Закончились у меня две упаковочки моего любимого чая. Мне его подарила Светлана, моя сестренка. По-французски это называется инфлюзион, потому что это не черный и не зеленый чай, это напиток из травок. Вот я хотела вам показать эту марку, которая называется Le Momin, то есть моменты. Замечательная биологическая марка. Если вдруг у вас продается в городе, то обязательно попробуйте. Мне понравился вкус ромашки, ванили и карамели. И также мне очень понравился вкус различных специй и лимона. Этот чай, который был по-настоящему собран из травок и у него пакетики из шелка. Поэтому я, конечно, не знаю, продается он у вас или можно заказать, но если вдруг увидите, то обязательно попробуйте. Уже несколько раз я вам показывала Roy Boys. По-французски это Roy Boys, по-русски исправьте меня, напишите, как правильно произносится. Мне нравится карамельный вкус. Я его уже покупала три или четыре раза. Почему я его покупаю? Потому что именно карамельный вкус я очень люблю с растительным молоком. Марка тоже экологическая. Замечательный чай. Могу посоветовать. Многие у меня спросили, пью ли я цикорий. Да, конечно, я пью цикорий. И вот в настоящий момент мы закончили баночку от марки Жербле. Это французская марка диетическая. Она не органическая, но стоит на диетических полках. Я не скажу, что это самый хороший цикорий, который существует во Франции. В биологических магазинах есть намного лучше, но это тоже неплохая марка. Это цикорий плюс различные злаковые и плюс инжир. Сухой инжир. Вкус замечательный. Я иногда в него добавляю немножечко корицы, иногда добавляю молоко, растительное молоко. Да, чтобы заменить кофе или употреблять немножечко поменьше кофе, это замечательная альтернатива. Ну и сразу же покажу вам вкусняшки для чая и для кофе. Что-то у меня здесь пищит. Ничего страшного. Это сырой шоколад. Шоколад живой, так шоколад его называют во Франции. Шоколад крю. То есть он совершенно не обработанный, не термический, никакими другими способами. 93% какао и он веганский. Я его купила первый раз, попробовала. Я даже и не знала такую марку. Сейчас я вам покажу, как она называется. Это марка Love Shocks, если я правильно произношу. Мне очень понравился. Я, конечно, могу делать сама живой шоколад. Это выходит намного дешевле. Но для того, чтобы вам показать, кто не хочет делать свой живой шоколад дома, то вполне можно купить шоколад крю. И еще одна вкусняшка, про которую я говорила, но решила вам показать целую упаковочку. В одном из блогов я уже показывала. Это тесто из фиников. У нас продается во всех органических магазинах и даже неорганических. Меня спросили, что я делаю из этого теста. Я делаю различные сладости. Употребляю также в десертах, в выпечке. Делаю из него трюфели, делаю из него конфетки или даже просто разрезая на маленькие кусочки. Внутрь могу положить один орешек миндальный или фундук. Скатать в виде шариков. Если хотите, можно обвалять в стружке в кокосовой или в шоколадной пудре. Получаются замечательные конфетки, полезные конфетки. У меня на канале уже есть несколько рецептов с финиками. Еще один полезный перекус, который все время вам хотела показать, но все время забывала. Это фруктовые чипсы. Да, вы скажете, это чипсы из фруктов. Это чипсы не из картошки и не кукурузы. Да, это чипсы из фруктов, но все-таки это хорошая альтернатива. Когда захочется похрустеть или с друзьями, или на маленький апперечивчик, то можно купить такие чипсы. Единственное, что я вам не советую вот эту марку Криспи, потому что в ней очень много сахара. Я не посмотрела, купила и они очень сладкие. Существуют различные чипсы фруктовые без сахара, поэтому когда покупаете, то выбирайте без сахара. Несколько раз я заикалась об овечьем твороге и меня попросили показать, как выглядит упаковка овечьего творога, который можно купить во Франции, ну и, наверное, в других странах. Я люблю вот марку, вот именно вот эту марку биологическую. Вы можете сказать, что овечьий творог имеет какой-то впривкус. Нет, вот именно вот этот, он замечательный, он нежный. Я тоже не люблю творог из... Козий творог и козий йогурт я не очень люблю, потому что у них присутствует специфический вкус на любителя. Но овечьий творог и овечьий йогурт попробуйте, я вам очень советую. Он намного полезнее для здоровья и, особенно у кого проблемы с лактозой, в овечьем твороге намного меньше лактозы, она есть, но в меньших количествах. Ну и сразу покажу йогурт, тоже овечьий йогурт, который я очень люблю. Оговорюсь, что это единственный продукт 0% жирности, который я покупаю. Ни сырые, ничего другого я облегченного не покупаю, но овечьий йогурт я покупаю, потому что я его очень люблю, но если он не облегченный, то он для меня жирный. Так что, если кто увидит и захочет попробовать, я рекомендую именно 0%. Часто мне говорят, что я показываю биологические продукты, которые невозможно купить в других странах, но не только биологические. Вот, например, крисполый хлебца, я очень люблю покупать, марку ВАЗА. У них очень большой выбор из различных злаковых. Я люблю различные покупать. Вот сегодня купила, не сегодня, а на этой неделе мы купили ЛЕЖЕР, то есть легкую, 100% злаковая мука и 22% клетчатки. Замечательные хлебцы, если у вас продается, то обязательно попробуйте. Заканчивается у меня облепиховое масло, осталось на 2 или на 3 дня, прошла я курс. Я вам по-хорошему завидую, что вы можете без проблем купить облепиховое масло. Как я уже говорила много раз, во Франции его не продают или нужно заказывать по интернету. Достаточно дорого. Облепиховое масло, оно просто супер для здоровья. Я писала большой пост в инстаграме и, конечно, если кто-то поедет в Россию, я обязательно закажу еще одну бутылочку. Кто не знает про облепиховое масло, то обязательно почитайте о всех его полезных свойствах и используйте в своем рационе. Как я его принимала? Я принимала по одной чайной ложечке утром. А также его можно и добавлять и в салаты, я слышала, и мне писали, что можно добавлять даже на готовые блюда. Но все-таки запах у него и привкус немного специфический. Я предпочитала выпить просто чайную ложечку. Омегу-3 я вам уже много раз показывала. Просто меня попросили показать, какую именно Омегу-3 я покупаю во Франции. И вот я вам показываю марки, которые считаются одними из лучших во Франции. Это Vital Plus. Почему? Потому что, когда ты идешь куда-нибудь покупать Омегу-3, они тебе предлагают эту марку и говорят, что именно эта марка выпускает Омегу-3 без тяжелых металлов. Французы очень заботятся, чтобы в Омеге-3 не было тяжелых металлов. И еще одна марочка, это значит Vital Plus. Я покупаю ее, есть и в аптеке, есть и в биомагазинах. И вот эта марка Be Life, которая тоже неплохая, тоже органическая. И французы ее тоже очень любят. Она не очень дорогая, очень-очень, но не очень. Простите за слово, очень паразит. Сольгар. Сольгар это произносится, да. У нас тоже продается, но он намного дороже. И французы его как-то не очень покупают, потому что французам рассказали сказки, это или не сказки, что совершенно другой дозаж для дозы, то есть для американцев делают дозы намного больше, чем для французов. И французские доктора против таких доз. Даже какое-то время Сольгар был запрещен во Франции. Теперь он снова появился. Я думаю, что можно, в принципе, купить без проблем. Но когда есть хорошая альтернатива, намного дешевле, почему бы не воспользоваться. Хотя я и не против и тех марок, и других марок. Уже выбор за вами. Обещала вам показать мои любимые витаминки для волос и для ногтей. Сейчас период, когда у многих выпадают волосы. И поэтому я всегда в этот период покупаю витамины для волос. Конечно, это прошлый век. Вы мне скажете, что существует уже много других формул очень хороших. Но я когда приехала во Францию, мне именно доктор посоветовал простые витаминки для волос, которые назывались, если я не ошибаюсь, Систин. Исправьте меня, если я ошибаюсь. И они мне по-настоящему помогли, потому что при переезде в другую страну начали выпадать очень волосы. Теперь ее формулу обновили и и называется это Систифан. Добавили витамин... Нет, витамин В6 уже был. Добавили цинк и другие ингредиенты. Но витамины также остались не очень дорогие. 120 таблеточек, которые нужно принимать по 4 таблетки в день, 2 утром, 2 вечером. Или можно за раз 4 таблеточки. И цена около 10 евро. Они мне по-настоящему нравятся. Активированный уголь. Кто же не знает активированный уголь? Да, я помню еще у нас в детстве всегда у мамы был активированный уголь. Почему у меня есть активированный уголь? Потому что, вы знаете, я уже рассказывала, что у меня иногда у мужа возникают проблемы с кишечником из-за стресса. Это у них по семейной линии. И меня спросили, как выглядит активированный уголь во Франции, как он называется. Вот я покупаю марку Arco Pharma. И называется он Charbon Vegetal. Это активированный уголь, простой активированный уголь, который продается в каждой аптеке. Существуют различные марки, различные ценовые категории. Вот эта марка Arco Pharma меня устраивает. Очень-очень многие спросили меня про спирулину. Я уже делала отдельное видео про спирулину. Она почти постоянно у нас есть в доме. Многие сказали, что не покупают ее, не пробовали никогда. Просто перейдите по ссылочке. Я, если не забуду, то обязательно оставлю ссылочку на видео, которое я делаю о спирулине. И я обещала, что когда будет сезон, то я обязательно поеду к производителю спирулины во Франции и засниму, что это такое, как ее производят, как ее обрабатывают. И расскажу более подробно о спирулине. Кто еще не пробовал, то я советую обязательно попробовать. Вы убедитесь о ее действии на себе. Единственное, что я вас прошу, не покупайте, какую попала спирулину, китайскую спирулину. Лучше заплатите немножечко подороже и купите хорошую спирулину. О свойствах спирулины я не буду сейчас долго рассказывать. Я просто оставлю ссылочку на мое видео. В последнем блоге я показала, что я купила вот такой вот микс, можно сказать, утренний микс, в который входит спирулина, мака, лукума и конопля, плюс какао. Ее советуют нам добавлять. Сейчас я покажу. В завтрак, когда вы делаете коктейли, фруктовые или овощные коктейли, или смузи, можно добавлять в йогурт, выпечку или вашу кашу. Я попробовала. Сначала я перепутала и добавила в теплую воду, но этого не стоит делать, потому что вкус, конечно, странный. Но когда я ее добавила в йогурт, то мне очень понравилось. Это альтернатива для тех, кто не может употреблять. Мне некоторые написали, что очень трудно употреблять спирулину в чистом виде, потому что она специфического вкуса. Да, я с вами согласна, но попробуйте тогда или купить в виде таблеточек, или купить вот такую смесь. Супер микс. С пищевыми продуктами мы разобрались. Теперь я вам быстро покажу моющие и чистящие средства. У меня всего два средства закончила. Это зеленое дерево La Braver. Я люблю эту марку. Вот оболаскиватель для белья с алоэ вера. Мне очень понравился. Он почти без запаха, но белье становится очень мягким, нежным и приятным в использовании. И также вот крем от той же самой марки для чистки всего. Универсальный крем, экологический. Он такой белого цвета в виде крема. Можно им чистить и плиты, и раковины. Тоже неплохое средство. Я могу вам его посоветовать. Зеленое дерево. Ну и перейдем к косметическим средствам. По-быстренькому закончился. У меня деодорант от La Roche-Posay. Почему я его купила? Я вообще предпочитаю веледу. Но так как мы были на каникулах, веледы я нигде не нашла и купила этот. Неплохой дезодорант. Я его раньше покупала. Единственное, что он... Я не могу его вам советовать, потому что он оставляет белые пятна на одежде. Он в виде выдвигающегося карандаша. Поэтому, конечно, он вас уберегает от запаха пота. Состав неплохой, но оставляет пятна на одежде. И от той же самой марки La Roche-Posay у меня закончился лосьон Эфикляр. Лосьон, они как бы все лосьоны почти одинаковые. Единственное, что если я не ошибаюсь, то вот этот лосьон, он немножечко с кислотами подсушивает кожу. Я его не советую для слишком сухой кожи, потому что он вам подсушит кожу еще больше. Но у кого жирная кожа и есть проблемы с черными точками, то купите и попробуйте. Лосьон неплохой. Закончилась у меня масочка тоже от марки La Roche-Posay. Я люблю эту марку. Она у нас продается во всех аптеках. И вот эту маску я могу советовать на все 100%. Она просто замечательная. HydroFast Intense Mask. Увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой. Ничем она не отличается от самых дорогих масок. Поэтому, кто хочет попробовать или кому нужно купить увлажняющую маску, то присмотритесь La Roche-Posay. Закончился один из моих самых любимых кислотных пилингов от Дерма-Э. Я его купила по совету кого-то из блогеров уже, наверное, год назад. Уже даже и не помню, кто его советовал. Простите меня, пожалуйста. Заказала у нас с сайта BioWare. У нас есть сайт, про который я рассказывала, где я заказываю иногда витамины. Попробовала первый раз. Удивилась такому замечательному эффекту. Купила второй раз. Вот сейчас он у меня закончился. У меня есть другой кислотный пилинг, который я вам сейчас покажу. Но этот я всем советую. Попробуйте. Его можно наносить на ночь, оставлять на ночь. А также можно наносить утром и ходить с ним несколько часов. Но я советую наносить его на ночь и потом утром просто-напросто кожа становится обновленной. Есть небольшие покалывания из-за кислот. Но, в принципе, если нет аллергии, то они быстренько проходят. А это мой новый кислотный пилинг, так можно сказать, или кислотная даже не пилинг, а умывалка. Я вообще уже про нее рассказывала. Я думала, что это кислотная маска. Но это оказался, скорее всего, похож на кислотный пилинг в виде геля. Это во Франции новая косметика, которая называется Medisutix. Ее производят в городе Леоне. Я уже про нее рассказывала. Сейчас она совсем недавно появилась в аптеках. Мне ее посоветовали в аптеке. Да, по-настоящему замечательная. Я уже ее использовала несколько недель. И сейчас у меня только коробочка. Но, в принципе, там просто такой тюбик. И они сказали, что вот этим пилингом или гелем-умывалкой можно пользоваться каждый день. Я еще, конечно, его потестю. По тестю он ни дешевый, ни дорогой. В районе 20 с чем-то евро. И потом вам обязательно расскажу. Также у меня попросили еще раз показать мою красочку для бровей. Всем очень понравились мои брови натуральные. Это краска Refectosil. Я ее заказывала по интернету. Вы просто забейте Refectosil в гугле, и он вам выдаст, на каком сайте у вас продается. У нас продается на нашем французском сайте. И именно я покупаю краску для чувствительных ресниц и бровей. Ей можно красить как ресницы, так и брови. Очень удобно. У меня есть видео. Я полностью делаю на нее обзор. Она не дорогая. Красочка стоит где-то около 9 евро. А вот проявите для краски немножечко подороже. Но это вам хватит на несколько лет, потому что там очень много краски. И есть несколько, если я не ошибаюсь, есть всего 3 тона. Я беру для себя самые светлые. Брови получаются натуральные. Красить очень легко. У меня закончилась гигиеническая помада от Sephora с ягодками Goji. Я не знаю, насколько она натуральная или не натуральная. Мне ее подарили. И она мне понравилась, потому что она очень хорошо увлажняла и питала губы. И у нее небольшой такой тинт был розовый. Очень приятный и странный. Я никогда, в принципе, от Sephora ничего не покупала. Но вот именно эта гигиеническая помада. Сейчас я открою. Не знаю, осталось там в ней что-то еще или не. Упс! Простите. Все, у меня падает. Наверное, нужно заканчивать видео. Вот такого приятного розового цвета. И вот я немножечко нанесла на руку. Да, я ее могу посоветовать. Единственное, что я по-честному скажу, ингредиенты я в ней не посмотрела. Так как нигде не нашла. Еще один продукт, подаренный продукт, я вам покажу, который мне не очень понравился. Это антицеллюлитное масло марки Микса, которое продается везде у нас в больших магазинах. В принципе, что можно сказать? Неплохое масло. Но для меня оно показалось какое-то достаточно жирное и липкое. Поэтому я его вам посоветовать не могу. Лучше немножечко доплатить денег и купить что-нибудь в аптеке. Я думаю, это будет лучше, чем тратить деньги на вот это масло Микса. В принципе, все я вам показала. Все мои покупочки. Рассказала, что мне понравилось, что не понравилось. Большое спасибо всем, кто остается с нами на нашем канале или на Франц. И до новых встреч на моем канале. Всем большое спасибо и пока-пока. Подписывайтесь, я вам очень рада. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok